Что такое нумизматика? В быту люди называют нумизматикой простое коллекционирование монет, реже жетонов и медалей. Но, строго говоря, нумизматика является исторической дисциплиной, которая изучает саму историю чеканки монет, обращения денег. В нумизматику входит и изучение бумажных купюр, банистика, жетонов и медалей, медальерика, значков, фалеристика. Помимо этого нумизматика изучает товары, находившиеся в обращении до возникновения монет. Украшения, оружие, скот, слитки металла. Каждый нумизмат проходит несколько стадий своего рода профессионального роста. Вначале была сдача. Вначале человек, увлекшийся историей или дизайном монет, начинает собирать юбилейные монеты, находящиеся в обращении. В России многие люди начали коллекционировать юбилейные биметаллические 10-рублевые монеты, выпуск которых начался в 2000 году. Вначале эти монеты выпускались к определенным памятным датам. 55 и 60 лет победы в Великой Отечественной войне, 40 лет полету первого человека в космос. Позже появились знаменитые серии монет. Древние города России, субъекты Российской Федерации, города воинской славы. Следующий этап взросления нумизмата настает, когда он находит знакомых, разделяющих его увлечения. Начинает посещать различные толкучки, развалы, общество нумизматов, интернет-магазины и прочие источники нового материала. Тогда неопытный любитель начинает скупать все, что видит. Основным критерием становится стоимость самой монеты. Зачастую треугольные экзотические монеты с прорезью, прибывшие с Тихоокеанских остров, оказываются в одном мешке со свежими юбилейными гривнами. А сверху все это богатство присыпается толстым слоем ржавой копни на времен Николая II или Александра III. К слову, монеты у таких любителей все еще продолжают храниться в мешочке или банке. Систематизация и опыт. Запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Еще немного повзрослев, нумизмат покупает специальные альбомы, куда заботливо раскладывает свои сокровища, уже соблюдая строгую, иногда даже чересчур, классификацию. По странам, по эпохам, по номиналам, по тематике юбилейных выпусков. И здесь начинается самый трогательный процесс. Любитель изучает монеты, разбирается в арабской вязи или не менее непонятном иврите. Исследователь, а его уже можно начинать называть так, старается ответить на вопросы. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Какой стране принадлежит этот герб? Почему он именно такой? Почему этого государства больше существует? Для чего в монете отверстие? Почему монеты этой африканской страны содержат надписи на немецком языке? Человек начинает разбираться в различных металлах и их сплавах. Алюминий, медь, серебро и золото, латуни, никель, нейзильбер и мельхиор. Он издалека отличает аверс от реверса. После тщательного изучения и систематизации своей коллекции, нумизмат чаще всего перестает распаляться на все страны и эпохи и концентрирует свой азарт вокруг определенной тематики. Страны или временного периода. Для одних это могут стать советские юбилейные монеты, для других – монеты Германской империи. Для третьих – редкие выпуски собственных монет в субъектах Российской Федерации, например, как в Татарстане или Чеченской Республике. Дороги на будущее. Озвучено Яндекс Спичкайт. Лишь пройдя все тернии на пути к настоящей, вдумчивой, серьезной и взрослой нумизматике, человек становится способным продать или обменять все свои лишние монеты. И оставить в небольшом и дорогом альбоме те несколько десятков, которые действительно греют ему душу, разжигают в сердце страсть к новым и новым поискам для заполнения коллекции. Такой профессионал может годами искать в журналах, на сайтах и на аукционах определенную монету и выложив. За нее все скопленные за это время денежные средства, с радостью начинать копить на покупку следующей монеты. Зато коллекция «Буду собранной через много лет» станет его настоящим достоянием и предметом охоты коллекционеров со всего мира. Если вы заинтересованы в поиске редких монет по каким-либо причинам, в частности есть несколько мест, где вы можете найти эти монеты. Это места, которым вы можете доверять, ведь вы должны быть уверены, что у вас нет ценной монеты, которую вы случайно сможете отдать в супермаркете, и этот список поможет вам не беспокоиться об этом. Замок Монет Это, безусловно, одно из первых мест, которые вы должны проверить, если вы ищете редкие монеты. Это место посвящено служению коллекционеров редких монет, а также в нем полно серебряных и золотых слитков. В этом замке предлагают некоторые потрясающие монеты по отличным ценам. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд Если вы хотите добавить еще крутых монет к вашей коллекции, вы наверняка соберетесь отправиться в путешествие туда, чтобы посмотреть, что они собираются предложить вам. Это действительно будет стоить вашего времени и внимания. Амерджелд Это уже другая компания. Вы можете прийти туда, если вы хотите найти редкие монеты. У Амерджелд есть все, что вам нужно, если вы коллекционер монет, и, возможно, вам даже удастся найти даже самые редкие монеты, которые вы никогда не могли найти раньше. Текст озвучен с помощью Яндекс Спичкит. Они предлагают не только редкие монеты, а также много инструментов и приспособлений, которые помогут вам следить за вашей коллекцией монет. Советы по редким монетам Если у вас есть редкие монеты, чтобы убедиться, что они остаются в хорошем состоянии и что они не потерялись, вы, возможно, захотите иметь нужные инструменты для этого. Больше всего это относится к сортировщику монет, который поможет вам отслеживать все ваши монеты и быть в курсе того, сколько их у вас есть. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Есть также несколько вещей, которые вы обязательно захотите. Например, помните, что основным источником качества инвестиционных монет является покупка по почте. Это может показаться немного старомодным, но это на самом деле будет одним из лучших вариантов, которые вы имеете. Это так, потому что из-за их небольшого размера монеты часто отправляются по почте, и это делает их поиск и отправку как можно проще. Крупные дилеры всегда предлагают широкий выбор монет высокого качества для удобства клиента, так что ищите этот способ. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.